А что такое, допустим, шахматы, играют компьютеры лучше людей в шахматы, ну и что? Тупая игра, неинтересная. Ну, в Тетрис компьютер, он в Тетрис может чуть ли не со скоростью света играть. Ну, может, да, ну и что дальше? Какое это имеет отношение реально, так сказать, к интеллекту? Сейчас никакого даже подобия, даже подступов ближайших к интеллекту со стороны компьютеров нету. Там есть решение каких-то логических задач конкретных, утилитарных, но это у человека, я вам открою маленький секрет, у него тоже есть встроенный компьютер в голове, допустим, калькулятор. Очень-очень плохой, отвратительный калькулятор. То есть человек считает очень плохо. И даже то, что вот он умеет считать в уме там, да, это в значительной степени мнемотехника, да, то есть он выучивает таблицу умножения наизусть, и с её помощью что-то там это пытается себя родить с ошибками грубыми. Ну, он есть там буквально какое-то небольшое количество клеток, оно выделено. Ну, вот эти несколько количеств клеток, это небольшое, можно сравнивать с компьютером, да, и там на самом деле отличие колоссальнейшее. Ну, вот интеллекта никакого там в компьютере нет. Вот, и в принципе человек мог бы вот этот свой компьютер использовать без сознания. Ну, то есть вот несколько этих клеток, вот он, представьте себе, он совершенно парализованный, там у него сознания ничего нет, но к нему подключили, как вот к игровой приставке, там, значит, программу, он что-то, какие-то вычисления делает. Ну, вот он считает, как бухгалтер там очень плохой, 2 плюс 2 – 4, 3 плюс 9 – 12. Вот это он без сознания, нужно сознание. Но вот все время путают эти вот разные вещи. А в принципе искусственный интеллект, то есть создание аналога мозга какого-то им там из других по другой структуре, это оно возможно, оно будет, но это еще даже самых таких дальних-дальних подступов этого еще не сделано. Продолжение следует...